История Владислава Шалунова печальна. Мужчина попросил своих друзей-кришнаитов помочь построить ему дом и отдал им 800 тысяч рублей. При этом ни расписки, ни договора не заключил. В подтверждении его слов есть только банковский перевод. На вопрос, когда будет готово жилище, получил ответ, что денег больше нет и это его карма. Но и это еще не все трудности. Хуже не бывает. Оказался между двух наших бед, между коллекторами, между сектой. Но с коллекторами меня связывали целый год, когда они меня трясли за коммунальные долги. И после этого, когда я согласился стать риэлтором, на их риэлторские услуги, это моя сестра, при разделе нашей общей квартиры, получилось так, что я потерял чуть ли не 400 тысяч рублей. То есть там и обман был, конечно, и действительно, и угрозы были. Как итог, Владислав Шалунов остался без крыши над головой. И если с коллекторами, что продавали его квартиру, можно еще разобраться, так как есть договоры и квитанции, то с религиозными фанатиками все намного сложнее. Но, тем не менее, шансы есть, считают правозащитники. Это неосновательное обогащение. У нас есть это в кодексе гражданском, такое понятие, неосновательное обогащение. То есть я просто тебе дал деньги, просто вот я могу их забрать, если это не оформлено надлежащим образом, там, дар и так далее, и так далее. А в случае с сектами, я думаю, все-таки суд будет стоять на стороне граждан, которым мозги промыли. Вот, и эти деньги, я полагаю, можно все-таки вернуть. Таких неосновательно обогащенных в нашей республике хватает. Теперь с ними будут разбираться правоохранительные органы. Владислав Шалунов уже написал заявление. Стражи порядка пообещали мужчине разобраться в хитрых методах работы коллекторов и религиозных сектантов. Барр Цедыпов, Александр Хмаганов. Первая. Альтернативная. Барр Цеды there. Продолжим следует...